Глубоко уважаемый Сергей Иванович, глубоко уважаемый Сергей Васильевич, глубоко уважаемые коллеги, позвольте представить вашему вниманию опыт Российского онкологического научного центра по использованию стереотоксической лучевой терапии в комплексном лечении больных местно распространенным раком поджелудочной железы. Достижения в области системной химиотерапии улучшили контроль за отдаленным метастазированием. Но по данным некоторых авторов, до 30% больных раком поджелудочной железы умирают от местно распространенного процесса без отдаленных метастазов или с несколькими отдаленными метастазами. По рекомендациям МНССН 2016 года, дистанционная лучевая терапия является обязательным компонентом химиолучевой терапии местно распространенного рака поджелудочной железы. При использовании химиолучевой терапии возможно проведение лучевой терапии как в классическом режиме фракционирования, так и гипофракционно в плане стереотоксической лучевой терапии. После публикации данных по опухолям желудочно-кишечного тракта исследовательской группы в 1980-х годах химиолучевая терапия стала стандартной опцией для местно распространенного рака поджелудочной железы. Большинство исследований посвящено изучению химиотерапии на основе 5-фтор-урацила. Добавление 5-фтор-урацила к лучевой терапии улучшило выживаемость до 10 месяцев. По сравнению с лучевой терапией это было 5,5 месяцев или с химиотерапией 7,4 месяца. Но в то же время было отмечено существенное увеличение токсичности вследствие такой выбранной схемы химиолучевого лечения. В результате многих исследований первой и второй фазы доказана возможность комбинации лучевой терапии с гемцитабином. Ректроспективное исследование демонстрирует нам некоторое увеличение общей выживаемости при добавлении лучевой терапии гемцитабину для пациентов с локализованным нерезиктабельным раком поджелудочной железы. Некоторые улучшения результатов лечения рака поджелудочной железы при проведении схемы химиотерапии фолферинокс стимулировало поиски более эффективной и локальной лучевой терапии. При улучшении системного контроля локальное прогрессирование становится более серьезной проблемой, ухудшающей качество жизни и общую выживаемость больных. В то же время локальный контроль от стандартной дистанционной лучевой терапии оказался недостаточно высоким. Исследователи указывают на локальное прогрессирование у 50% больных в течение первого года после проведенной стандартной лучевой терапии. Итак, стереотоксическая лучевая терапия представляет собой относительно новую разработку лучевой терапии и показывает нам хорошие результаты при лечении глубоко расположенных в опухоли различных органов. Именно появление как раз нового оборудования и позволяет нам планировать стереотоксическую лучевую терапию, где возможно подводить высокие канцерицидные дозы на опухоль при сохранении нормальных тканей. И данный слайд демонстрирует нам изменение возможностей лучевой терапии. Здесь представлена группа исследований по стереотоксической лучевой терапии местно распространенного рака поджелудочной железы. Немного останавливаясь на них, отсутствие фракционирования способствует повышению уровня токсичности. В нескольких респективных исследований выявили аналогичные цифры для локального контроля пониженной вероятности токсичности высокой степени по сравнению с стереотоксической лучевой терапией за одну фракцию. И на этом слайде представлено исследование, в котором пациенты получили стереотоксическую лучевую терапию за три фракции. В этом исследовании представлено, это было ретроспективным исследованием, здесь стереотоксическая лучевая терапия проводилась за пять фракций с суммарными очаговыми дозами 25-33 грея. Лучевая терапия в логическом отделении онкологического научного центра проводится с помощью восьми ускорителей, один из которых Кибернож, это проект Онкостоп. Мы провели такое сравнение, это сравнение классического режима фракционирования дозы излучения пациентом рака поджелудочной железы с 1980 по 1985 года, в котором проводилась лучевая терапия с разовыми очаговыми дозами 2 грей до суммарных очаговых дозы 60-66 грей. Но всегда на дозе 32-40 грей отмечался перерыв в 3-4 недели. С 2010 по 2015 год стереотоксическая лучевая терапия проводилась у 34 больных с местно распространенным раком поджелудочной железы. У 28 из 34 опухоли локализовались в головке поджелудочной железы. У 6 пациентов было поражение тела и хвоста поджелудочной железы. Методики лечения. С 16 пациентом был проведен курс стереотоксической лучевой терапии под контролем визуализации. Верификация плана дистанционной лучевой терапии проводилась с использованием технологии компьютерной томографии в комическом пучке. И разовые дозы варьировались от 6 до 7,5 грей. До суммарных очаговых доз 30 и 37,5 грей. Также была группа из 18 пациентов, которые получили лечение на киберноже с имплантацией маркером для визуализации мягких тканей. И облучение проводилось с непрерывной синхронизацией по дыханию. Разовые очаговые дозы были 8, 10, 12 грей за 3 сеанса ежедневно до суммарных очаговых доз 24, 30, 36 грей в зависимости от расположения опухоли. На данном слайде показаны технологии предлучевой подготовки стереотоксической лучевой терапии. До начала стереотоксической лучевой терапии необходимо выполнение ПЭТ-КТ-исследования для определения распространенности процесса и выборов объема облучения. При проведении сеансов лучевой терапии пациенты были зафиксированы с помощью вакуумного матраса. Они лежали на спине с руками над головой. И лучевая терапия проводилась на глубоком вдохе с задержкой по дыханию. На данном слайде здесь представлен варианты оконтурения опухоли и критических структур. При физико-дозиметрическом планировании необходимо, конечно же, учитывать подвижность поджелубчной железы. Отступы на ПТВ в различных направлениях могут отличаться до 1 см в зависимости от клинического случая. При планировании необходимо учитывать толерантность нормальных тканей в зависимости от подведенной дозы и объемов, попавших в зону облучения. К органам риска при облучении поджелубчной железы относятся печень, почки, желудок, 12-перстная кишка и другие отделы кишечника, также спинной мозг. На данном слайде представлены ограничения на критические органы в зависимости от объема дозы, которым проводилось за 3 и 5 фракций. При проведении стереотоксической лучевой терапии в 100% случаев зафиксированы стойкий аналогизирующий эффект. Локальный контроль при классическом режиме фракционирования составил 38%, при стереотоксическом режиме – 85%. Результаты лечения у пациентов, получивших конвенциальную лучевую терапию, в 62% случаев наблюдался продолженный местный рост опухоли. От 38% пациентов зафиксирована стабилизация местного процесса. При стереотоксической лучевой терапии в 7% случаев зафиксированы полный эффект. Одна пациентка была пропериферирована и при морфологическом исследовании материала был получен патоморфоз третьей-четвертой степени. В 45% случаев была отмечена частичная регрессия, в 30% случаев зафиксирована стабилизация процесса, в 15% случаев было отмечено прогрессирование опухоли. Лучевые реакции второй-третьей степени выраженности отмечались у всех пациентов, которые получали конвенциальную лучевую терапию, что заставляло проводить вынужденный перерыв 3-4 недели на дозе 32-40 грей. И это, конечно же, удлиняло время лечения. При стереотоксической лучевой терапии во всех случаях зафиксированы лучевые реакции первой и второй степени, которые оккупировали симптоматической терапией, следует отметить, что у всех пациентов, получавших лучевую терапию, причиной гибели не являлось локальное прогрессирование. При конвенциальной лучевой терапии более 6 месяцев не переживали ни один пациент. Все пациенты умерли от дальнейшего метастатического процесса. При стереотоксической желудочевой терапии более 15 месяцев прожило 13 пациентов. Итак, позвольте вам представить клинический пример в нашем онкологическом научном центре в радиологическом отделении. Здесь представлен случай пациенту 57 лет с диагнозом рака головки подживучной железы Т3Н00. Она была прооперирована 10 месяца 2010 года. Гистологически было верифицировано, что это аденокарсинома. Размеры образования составляли 2,5 см. В 11 месяце 2010 года ей было проведено 6 курсов химиотерапии по схеме ГЕМЗАР. Затем у этой пациентки отмечается РСДИФ в мае 2013 года. Ей были проведены диагностические исследования. То есть это было КТ с внутривенным контрастированием от 0,5-13 года. Размеры опухоли составили 4,6-4,1 см. Затем было от 0,8-2014 года произвено КТ в брюшной полости с внутривенным контрастированием, где определялась отрицательная динамика в виде увеличения размеров опухоли 5,8 на 4,6 см. Также до пациентки было произведено и ПЭТ-КТ-исследование, где также определялись патологические очаги. В августе 2013 года была выбрана схема лечения, то есть стереотоксическая лучевая терапия с разовыми очаговыми дозами 7,5 ГРЭЙ 5 раз в неделю, досуммарная очаговая доза 37,5 ГРЭЙ, что из-за эффективности 78 и за ГРЭЙ. Технология была выбрана РАПИДАРК. Затем в 2013 году, восьмом месяце, уже отмечалась у нас положительная динамика в виде уменьшения размеров опухоли с 5,6 до 2 см. Пациентка в настоящее время жива, ей проводится симптоматическая терапия. Признаков местного прогрессирования по данным узи органов брюшного полости от февраля 2017 года нет, но имеется канцероматоз легких по данным рентгенографии органов грудной клетки. Это март 2017 год. Таким образом, можно сделать вывод, что предложенная методика фракционирования, стереотоксическая лучевая терапия, она эффективна, обладает умеренной токсичностью и может использоваться у больных с неабирабельным раком поджелудочной железы. Спасибо за внимание. Так, пожалуйста, будут какие-то вопросы? Скажите, пожалуйста, чем вы руководствовались? Какими критериями при стереотоксической лучевой терапии разовая чуговая доза и количество фракций? Кому-то вы проводите 3 фракции, кому-то 5. Да, спасибо большое за вопрос. Значит, фракционирование здесь, то есть 3 и 5 фракций, здесь я говорю, что методики лечения это было на линейных ускорителях, где фракционирование было с разовой чуговой дозы 6 и 7,5 гры, до суммарных чуговых доз 30 и 37,5 гры. Почему такие выбраны дозы? Если поджелудочная железа располагается как можно ближе к 12-перстной кишке, то есть и размеры образования более 3 сантиметров, здесь мы выбираем дозу меньшую, 6 гры. Если упакуле локализуется также головка, но размеры ее 1,2 сантиметра, то здесь мы можем, в принципе, выбирать фракционирование 7,5 гры. Доз суммарных очуговых 37,5 гры. И суммарно доза 37,5 гры, она и заэффективна классическому фракционированию, которое было 2 гры, 60 гры. Но мы можем такой вот дозы 78, что изогреем. То есть это такая вот прецизионная методика, которая канцеризменно действует на опухол. Скажите, максимальные размеры образования, которые вы берете для стереотоксической лучевой терапии? Максимальные размеры для, я повторюсь, на линейных ускорителях, не кибернуж, на линейных ускорителях мы можем взять размеры до 6 сантиметров. Можно? До 6 сантиметров? Можно. Такие случаи, как бы, да, то есть это 3-4, более уже 3 сантиметров. Дозу мы уменьшаем, но могут быть размеры даже до 6 сантиметров. И в таких ситуациях вы берете клинический планируемый объем ПТВ? Сколько вы берете в таких ситуациях? В зависимости, да, я говорила, от клинического случая это до 1 сантиметра. То есть в разные стороны, если это то, тогда, конечно, уменьшаем. То есть это 0,6-0,8. Скажите, пожалуйста, при оценке общей выживаемости, ну, как известно, рак поджелудочной железны местно распространен, и на первом месте, конечно же, стоит химиотерапия. То есть связывали ли вы оценку общей выживаемости с применяемыми схемами именно химиотерапии? Ну, я считаю, конечно же, комплексный подход – это выбор такой современной методики, современная схема химиотерапии и современная схема лучевой терапии, то есть могут улучшить выживаемость. Ну, не было, да, такого сильного значения. Ответьте, пожалуйста, извините. После хирургического лечения на поджелудочной железе при рецидивах вы используете лучевую терапию или какую? Я вот как раз рассказывала пример, когда была произведена операция пациентки, затем у нее был рецидив, и мы ее взяли на лечение. Ну, это была стереотоксическая или комбинациальная? Это была, конечно же, стереотоксическая лучевая терапия. То есть тема доклада стереотоксическая. Все, благодарю. Спасибо.